Докладчиков Простите коллеги, мы вчера с вами выступление Марины Олеговне Каменевой перенесли на сегодняшнее утро и поэтому позвольте сегодня ей предоставить слово с докладом «Особенности биохимии культивированных лаборатортов и диких пиявок» Витер и Рудайбербан. Пожалуйста, Мария Олеговна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на втором днях в нашей конференции. Мой доклад будет посвящен особенностям культивированных пиявок, особенностям культивированных пиявок или императорских пиявок, как вы вчера слышали от Олега Юрьевича. Собственно, герудотерапия на данный момент обладает очень широкой областью применения. Это и медицина во многих ее отраслях. Это и гинекология, и неврология. Пиявка применяется в стоматологии при уменьшении посттравматических, постоперационных осложнений. Также, как мы вчера слышали, она активно используется в ветеринарии. Однако в обоих случаях центральным звеном, центральным компонентом герудотерапии является сама пиявка, ее состояние и ее поведение на момент приставки ее. Собственно, встает вопрос качества этой пиявки. На данный момент существует три источника, принципиально разных источников этих пиявок. Собственно, это дикие пиявки или пиявки, полученные непосредственно из их естественной среды, из водоемов и доставленные для применения без какой-либо предварительной проверки, без ветеринарной проверки. Зачастую такие пиявки являются источником, потенциальным источником инфекции, как показано в ряде работ, в организме пиявки длительное время сохраняются бактериальные и вирусные агенты в крови, которой она питалась. Соответственно, мы не можем быть уверены, что у пациента не разовьется никаких воспалительных реакций, связанных именно с этим инфицированием. Второй тип таких других пиявок, собственно, это лабораторные пиявки. Сам термин лабораторной пиявки был предложен нашими коллегами из Германии, из Бибертайской биофабрики. И это пиявки, которые изначально также взяты из естественной среды питания, но прошли определенный технологический цикл. Соответственно, мы можем быть уверены, что такие пиявки не будут инфицированы и не приведут этой позиции к осложнениям пациента. Соответственно, третий тип пиявок это культивированные пиявки, как раз те, о которых пойдет сегодня речь. Это специально выведенные особи, они были выведены и выросли в условиях биофермы или биофабрики по специальным технологиям. У таких особей производится отбор и контроль их качества. Соответственно, для таких особей возможно выведение некоторых пород, можем говорить о породе в данном случае, с обладанием пиявокными качествами. Здесь идет речь о некоторой стандартизации пиявки и ее воздействии. Собственно, для того, чтобы исследовать возможность выведения таких искусственных пиявок, была проделана данная работа. Соответственно, целью стало выведение пиявок и определение их качества в искусственных условиях. Для того, чтобы говорить о качестве пиявок, надо определять какие-то параметры, надо как-то оценивать ее состояние. Соответственно, биохимической группой герланд-лаборатории был определен ряд параметров, некоторые из них представлены в этом докладе, которые определяются у пиявок. Во-первых, это компоненты секрета слюных желез, это всем известное вещество герудин, это герустазин, это оценка протолитической активности. И это некоторые прочие тканевые компоненты и комплексы, а именно мелатонин, серотонин и перекосное окисление либидов. Собственно, именно их определение в тканях пиявки в дальнейшем будет обсуждаться. В данном исследовании было взято по 10 особей каждой группы, по 10 диких, лабораторных и культивированных особей. В данном случае дикие особи — это особи, которые взяты из акватории Краснодарского края, лабораторные особи, особи, привезенные из Краснодарского края, прошедшие определенный технологический цикл на протяжении более полугода. Они прошли карантин, кормление и голодание как раз в течение полугода. И культивированные пиявки, или так называемые императорские пиявки — это пиявки, полностью выведенные и выращенные на Петербургской миофабрике. Соответственно, первое, что мы будем рассматривать, — это компоненты секрета свиных желез и их содержание. И если мы посмотрим на данные по протеолитической активности, первый столбик — это культивированные пиявки, мы сможем увидеть, что у культивированных пиявок достоверно больше уровень протеолитической активности, практически в три раза по сравнению с дикими особями и в два раза по сравнению с лабораторными. Касательно герудина и герстазина, мы можем сказать, что у культивированных и лабораторных особей достоверно больше уровень содержания этих веществ, однако нет существенных достоверных различий между культивированными и лабораторными пиявками. Также мы не можем не отметить, что существует больше вариаций в случае культивированных пиявок, это обусловлено, во-первых, технологическим процессом выращивания, и мы считаем, что это позволяет нам получать особей с большим уровнем адаптивности за счет вот этой вариации. Соответственно, следующие показатели, которые буду обсуждать, это уровень перекисного окисления липидов и концентрация мелатонии. Мы видим, что уровень перекисного окисления липидов у культивированных пиявок значительно ниже, чем у диких пиявок, практически в два раза. И достоверно отличается также с лабораторными пиявками. Одновременно с этим уровень мелатонина у них в два, даже почти в три раза выше. Это говорит о большей адаптивности и стрессоустойчивости данных пиявок. Соответственно, о их лучшем качестве. При этом немаловажным компонентом являются показатели агрессивности пиявки, показатели пищевой активности, то, как она хорошо будет вставать на пациента, как быстро она будет кусать. И здесь мы видим, что он не отличается достоверно для всех трех групп, что является хорошим показателем. Соответственно, подводя итоги, можно сказать следующее. Во-первых, у культивированных лабораторных пиявок достоверно большая концентрация биологически активных веществ, секреты сильных желез, по сравнению с дикими особями, что позволяет нам предполагать достаточно хорошую их эффективность как в клиническом проявлении, так и возможность использовать их в качестве источника сырья. Во-вторых, культивированные пиявки значительно более адаптивны и стрессоустойчивости, и также мы видели, что культивированные лабораторные пиявки, проведенные по определенной технологии, обладают агрессивностью, равной с агрессивностью диких особей, что также позволяет нам предполагать их хорошее медицинское применение. Данная работа является первой официально докладываемой, публикуемой работой по исследованиям, проведенным по выведению и особенностям культивированных пиявок или императорских пиявок, это торговое название. В дальнейшем мы предполагаем развитие этой линии исследований. Благодарю субтитры. Благодарю субтитры. Благодарю субтитры.